МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города. В студии Кирилл Мигель. Здравствуйте. В начале выпуска о некоторых темах. Дело муравленковских врачей. Прокуратура округа признала законным и обоснованным обвинительный приговор, который вынес городской суд. Народный учитель Муравленко Управление образования объявила конкурс. Проголосовать за любимого педагога могут как школьники, так и их родители. Успех на берегах Невы. Футбольная команда нефтяники Ямала заняла второе место в международном турнире болельщиков Зенита. Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин и первый вице-президент Русского географического общества Артур Челенгаров подписали соглашение о взаимодействии между правительством округа и этой всероссийской общественной организацией. Открывая встречу, глава региона отметил, что в связи с активным интересом мирового сообщества к освоению арктических территорий научное изучение Арктики становится насущной необходимостью. И в этом смысле сотрудничество с Русским географическим обществом приобретает стратегическое значение для территории. Соглашение о взаимодействии, которое мы подписываем сегодня, считаю важным и необходимым. Совместные проекты будут направлены на развитие экологической, научно-исследовательской, образовательной и туристической деятельности. Особое место в документе отведено организацией научных экспедиций и археологических раскопок, что, безусловно, будет способствовать сохранению богатого культурно-исторического наследия Ямальского края. Уверен, что все направления имеют взаимный интерес, а совместная работа принесет взаимную пользу, сказал Дмитрий Кобылки. Прокуратура округа признала законным и обоснованным обвинительный приговор, который Муравленковский суд вынес врачам в городской больнице. Напомню, замглавного врача Алексей Алексеев и исполняющая обязанности завгинекологическим отделением Наталья Агай обвинялись в мошенничестве с использованием служебного положения и злоупотреблением должностными полномочиями. В ходе судебного разбирательства установили, что посудимые вносили недостоверные данные в документы женщин о том, что они находились на стационарном лечении в больнице. В результате этого территориальному фонду обязательного медицинского страхования округа, который оплатил фактически неоказанную помощь, принесен ущерб на сумму более 610 тысяч рублей. Подсудимые вину отрицали, но суд решил, что доказательств, которые предоставил государственный обвинитель, достаточно для вынесения обвинительного приговора. Алексею Алексееву назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно, а Наталье Агай – два с половиной года лишения свободы условно. Также на каждого врача наложили штраф по 10 тысяч рублей в доход государства. Наказание лишения свободы условно означает, что в течение испытательного срока, в течение трех лет, данные лица должны будут исполнять возложенные на них обязанности, возложенные судом обязанности, в частности, по регистрации в специализированном органе, осуществляющем контроль за поведением условно осужденных, а также им запрещено покидать территорию муниципального образования без разрешения вышеуказанного специализированного органа. Вместе с тем указанное наказание не исключает возможности продолжения ими занятия врачебной практикой. Региональные власти смогут бессрочно принимать решение о порядке оплаты потребителями коммунальной услуги по отоплению. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ размещен на сайте правительства, и вот что, в частности, в нем говорится. Подписанным постановлением устанавливается бессрочный характер указанной нормы. Кроме того, региональные власти теперь имеют право принимать решение о порядке расчета размера платы за отопление в отношении всех или отдельных муниципальных образований. Как отмечается, это позволит начислять плату в зависимости от уровня оснащенности приборами учета коммунальных ресурсов, климатических особенностей и других факторов, сообщает РИА Новости. Дачную амнистию в России могут сделать бессрочной. Расценки на кадастровые работы оставить на прежнем уровне на три года, чтобы как можно больше горожан смогли оформить свою землю, дома, гаражи и бани в собственность. Такой законопроект поступил на рассмотрение Госдумы. Сейчас, напомню, срок дачной амнистии ограничен 1 марта 2015 года. В пояснительной записке к законопроекту авторы инициативы отмечают, что потенциально ей могут воспользоваться от 20 до 40 миллионов человек. Но опять же из-за высокой стоимости кадастровых работ и желающих оформлять землю и постройки в собственность не так много. Однако цены такой услуги в российских регионах сильно разнятся. Так, максимальная цена на уровне 5000 рублей зарегистрирована на Ямале, а вот меньше всего за это платят жители Орловской области, чуть больше 3000 рублей. Законопроект с такой инициативой депутаты планируют рассмотреть до конца октября. В Муравленко объявлен конкурс профессионального мастерства среди педагогов. Народный учитель управления образования проводит конкурс впервые. Главная цель – повысить престиж профессии педагога. Выбирать народного учителя будут ученики и их родители. Для этого нужно зайти на сайт управления образования и в соответствующие рубрики отметить своего наставника. При этом необходимо обосновать свой выбор. Итоги конкурса подведут в день учителя. Конкурс проводится до 1 октября. И по итогам голосования по пяти номинациям будут признаны победители. Номинации «Детский сад», «Начальная школа», «Основная школа», «Средняя школа» и «Старшее дополнительное образование». Цель конкурса на самом деле – поддержать учителя. Ведь требований все больше и больше возрастает. И качество образования сейчас вызывает очень много вопросов у родителей, у самих детей. И понятным становится то, что от того, насколько образован будет ребенок, настолько он успешен будет в жизни. «Газпромнефть» Муравленко чествует своих героев. На предприятии регулярно награждают лучших из лучших. Ежегодно в сентябре за многолетний добросовестный труд, почетные грамоты и благодарности получают десятки работников городообразующего предприятия. Сегодня рассказ об одном из них – начальнике отдела эффективности производственных процессов управления перспективного планирования Фаиля Халикове. Фаиль Халиков родился в Казахстане. В 1993 году по окончании школы приехал на север в город Губкинский. С конца 1993 по 1995 служил в Вооруженных силах России. И в 1995 году переехал в Муравленко. С этого времени его судьба неразрывно связана с нефтяной промышленностью. В 1995 его взяли на работу в НГДУ «Сутарминскнефть». Свою карьеру начинал в должности оператора по добыче в 10-м цехе. Свои первые рабочие дни помнит до сих пор. Для меня это было, конечно, для меня вначале это был шок. Скажем так, изначально я как раз попал в такую ситуацию аварийную, что для меня это было тяжело, скажем так. Как раз у нас там замерз трубопровод, замерз куст, и мы его героически пытались пустить в работу. В эти первые дни мы 29 декабря 1995 года. Параллельно с работой Фаиль Халиков продолжал учиться. Закончил Ноябрьский нефтегазовый колледж, а затем Тюменский нефтегазовый университет. На производстве прошел все ступени карьерного роста. Начинал с оператора, мастером добычи, технологом, начальником смены в ЦИЦ поработал, замначальником цеха в технологической службе. И здесь уже при создании в 2009 году управления перспективным планированием перешел сюда главный специалист. С конца 2010 года работал я уже в роли руководителя отдела эффективности производственных процессов. Отдел, которым руководит Фаиль Халиков, занимается анализом эффективности работы активов предприятия, процессов. Специалисты оценивают мероприятия в рамках программы оптимизации затрат, рассматривают рационализаторские предложения и ведут мониторинг опытно-промышленных испытаний. Фаиль Халиков утверждает, что разобраться во всех хитросплетениях процессов, протекающих на предприятии, ему помогает накопленный годами опыт. Я считаю, что для меня это было очень полезно, потому что я знаю, скажем так, все процессы с самого низу. Я понимаю, как думает оператор, как думает мастер, что знает и хочет технолог, что хотят в цехах, как работает оборудование. И как к этому подойти, чтобы более эффективно использовать тот ресурс на предприятии, который у нас есть. Успехи Фаиля Халихова не остались замеченными. В день профессионального праздника он получил сразу две благодарности от компании «Газпромнефть» и предприятия «Газпромнефть Муравленко». Эрнез Бавшин, Вадим Братчик, новости нашего города. Из Санкт-Петербурга вернулась футбольная команда «Нефтяники Ямала» Муравленковского фан-клуба «Зенит». В северной столице она принимала участие в седьмом международном турнире болельщиков «Зенита» имени Павла Садырина. Пятеро участников команды – представители «Газпромнефть» Муравленко. Нашим футболистам не хватило немного удачи, чтобы ввести с собой главный трофей. Как и в прошлом году, муравленковская команда стала второй. С серебряными призерами турнира болельщиков питерского клуба встретился Эрнест Бавшин. В этом году в турнире принимали участие 16 команд. Всего 240 поклонников питерского «Зенита» не только российских, но и из европейских стран. Игры проходили на поле номер 3 Академии «Зенита». На предварительном этапе команды были разбиты на 4 группы. Своей «Нефтяники Ямала» заняли второе место. И в четвертьфинале им соперники достались викинги из Финляндии. Мы вышли из подгруппы со второго места и играли с подгруппой другой, с командой первой, которая первое место заняла. Это команда «Викинги». Она такая тоже очень известная команда у них. Но учли все свои ошибки, сыграли строго в обороне и выиграли у них с счетом 2-0. В полуфинале муравленковские футболисты переиграли московских болельщиков «Зенита» из команды МФЗ. В финальном матче «Нефтяники» сошлись с питерскими фанатами из Василисском СПБ. В основное время победителя выявить не удалось. В серии пенальти «Фортуна» улыбнулась хозяевам 4-3. Стоит добавить, что и в прошлом году в решающем матче наша команда уступила после матчевой футбольной лотереи. Надеемся, что в следующий турнир уже мы наконец-то возьмем этот кубок. Потому что два раза играть в финале и так проиграть по пенальти. Как-то обидно очень даже было. В Петербурге «Нефтяники» показали красивую игру, иначе до финала не добраться. А Степан Баработкин, слесарь по ремонту технологических установок третьего разряда ЦППН-3, стал лучшим бомбардиром турнира. В общем, шесть мячей, я думал, хороший результат. В каждой игре я забивал по мячу, было пять игр у нас. Ну и тем самым, благодаря моей команде, моим игрокам, нашей команде, добились такого результата. Личным показателем отметился на турнире еще один игрок «Нефтяников» Сергей Матюшкин, оператор по добыче нефти и газа четвертого разряда ЦППН-2. Отдал больше всех результативных передач, их на его счету семь. «Впечатления только самые светлые, потому что мы показали достаточно хорошую игру. Мне нравится то, что в международном кубке Садырина принимает такая команда, как Муравленко. Большинство игроков с Муравленко были. И уже нас знают как и в Финляндии, как и в других странах. И нас очень хвалили, что мы уже второй год выходим в финал, и это достаточно неожиданный результат. Потому что ямальцы думали, что деревенщина всякая, а мы показываем то, что свой класс». Следующий восьмой турнир болельщиков «Зенита» пройдет в сентябре 2014 года. Нефтяники «Ямала» всерьез надеются с третьей попытки завоевать главный трофей – Кубок Садырина. Для подготовки у команды из Муравленко есть целый год. Эрнест Бавшин, Вадим Братчик, новости нашего города. И это была завершающая информация о выпуске. Впереди вас ждет прогноз погоды на завтра. А я желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 25 сентября в Салихарде плюс 2, ветер восточный до 6 метров в секунду. В Ноябрьске 2 градуса тепла, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. В Муравленко 25 сентября 1 градус тепла, ветер восточный до 5 метров в секунду.